Повестка дня на 2030 год и Международная конвенция по правам человека не является обязательной, и правительство не обязано ее внедрять. Единственным механизмом международного мониторинга обязательств государств и успехов в их выполнении является политический форум высокого уровня Организации объединенных наций, который проводится ежегодно в июле в Нью-Йорке. Этот глобальный форум также связан с региональными форумами, которые проходят за несколько месяцев до него для анализа прогресса и подготовки Международного форума. В рамках этих региональных форумов, а также Международного форума, страны на добровольной основе докладывают о своих достижениях, сосредотачиваясь на ограниченном числе целей и кратко описывая ситуацию, поскольку на выступление им выделяется всего лишь 30 минут. Такая система оставляет место для волонтаристских решений, умалчивания или предвзятости по отношению к определенным целям и не позволяет странам целостно представлять все достижения и связи между разными целями. Являясь актором гражданского общества, мы принимаем участие в этом процессе как на региональном, так и на глобальном и национальном уровне, наряду с государством, не только как активные участники реализации целей, но и выполняя нашу роль в мониторинге и оценке принятых государствами обязательств. Наша роль – проанализировать предоставленную информацию, следить за учетом мнений граждан и обеспечивать соблюдение принятых обязательств. Для иллюстрации вышесказанного я обращаюсь к нескольким источникам «Доклады гражданского общества», а также учреждений. В частности, обращаюсь к отчету, сделанному в этом году коллективом организаций гражданского общества, в котором участвовала Форус, под его прежним названием ФИП. Отчет называется «Прогресс в осуществлении цели устойчивого развития на национальном уровне». И он посвящен докладам, представленным государством в 2017 году, а также он посвящен встречным докладам, представленным гражданским обществом из этих же стран. И вторым источником является доклад о целях устойчивого развития 2018 года, который был представлен Организацией объединенных наций летом. И далее в этом отчете предпринята попытка дать общую оценку достижений в реализации цели, но сталкиваясь со многими ограничениями, отражаясь весьма тревожную ситуацию, становится ясным, что для проведения тщательного анализа информации недостаточно, поскольку большинство цифр либо относятся к началу века, либо датируются не позднее 2015 года. Это позволяет сделать вывод, что в настоящее время мы не можем точно проанализировать успехи реализации повестки дня. Чтобы взглянуть на ситуацию в разных странах и попытаться понять уровень участия государства и приложениями усилия, мы рассмотрим несколько аспектов, связанных с повесткой дня на 2030 год. Первый аспект включения повестки дня на 2030 год — национальную политику и национальный механизм. Большинство стран, представивших отчетности, и особенно те, кто сделал это в 2017 году, увязывают существующую политику и повестку дня на 2030 год. Но мы понимаем, что было создано очень мало новых политических инструментов, которые были изначально согласованы с целями устойчивого развития, что государство предлагает недостаточно усилий для учета межитлесливых аспектов повестки дня на 2030 год, таких как универсальность, в связи с изменением климата или принцип «не оставлять никого за бортом». Поэтому мы, представители гражданских объединений, просим государства учитывать приоритеты повестки дня на 2030 год в начале национальной политики. Мы также призываем к повязке осуществления каждой цели устойчивого развития с соответствующими национальными и международными инструментами в области прав человека. Еще один очень интересный аспект для анализа — лидерство в области управления и институциональных механизмов. Сегодня, спустя три года после принятия повестки дня на 2030 год, мы можем констатировать, что все больше и больше стран создают механизмы, советы, комитеты, часто под эгидой министерств, созданные для мониторинга за осуществлением целей и в ограниченном числе случаев с участием парламента. Тем не менее, вовлечение негосударственных акторов в этот процесс до сих пор остается весьма ограниченным. И даже если они привлекаются, негосударственные структуры скорее приглашаются на тематические дискуссии, но не участвуют в принятии стратегических решений и истинном руководстве процесса. Поэтому мы рекомендуем официально привлекать негосударственных акторов в структуры управления, чтобы они могли вносить свой вклад в процесс реализации повестки дня на 30-й год. Еще один аспект, требующий анализа, касается исходных данных и анализа пробелов. Страны заявляют, что используют оценку своей политики и точные данные для информирования руководства страны о подходах к цели устойчивого развития, но при внимательном рассмотрении выясняется, что результаты этой оценки недостаточно детализированы. Поэтому необходимо лучше понять состояние данных и исследований, связанных с осуществлением программы на 2030 год в целях содействия и анализу государственной политики и таким образом определить, какие недостающие данные могут быть предоставлены, например, гражданами или научными организациями. Поэтому мы рекомендуем проводить оценку политики, предоставление исходных данных для обеспечения прозрачности процесса и четкости определения приоритетов в рамках повестки дня на 2030 год. Мы также призываем государство работать с использованием научно-обоснованного подхода последних данных и цифр. Другим очень важным аспектом является интеграция и согласованность политики. Как говорилось в начале презентации, ежегодные доклады государств почти всегда сосредоточены на ограниченном числе целей, лишь частично раскрывающих информацию. У нас нет анализа, который включал бы все 17 целей, где учитывались бы сквозные аспекты повестки дня и это также не позволяет провести реальный анализ согласованности политики в интересах устойчивого развития. не существует также никакой связи между внутренней и внешней политикой стран, помогающей оценить последствия мер страны в области реализации цели устойчивого развития на соседние страны или страны-партнеры. Это действительно опасно, потому что это дает понимание вопроса и не способствует учету всех аспектов повестки дня. Если говорить подробно, очень небольшое число стран, которые в своих анализах и докладах ссылаются на парижские соглашения об измене климата или алисаберскую программу действий, связанные с финансированием развития. Поэтому мы призываем гражданского общества провести всестороннюю оценку всех целей устойчивого развития во всех измерениях устойчивого развития, ссылаясь на национальные и международные усилия по реализации повестки дня на 2030 год. Еще один чрезвычайно важный и сложный элемент участия заинтересованных сторон в разработке национальных приоритетов, а также в процессе мониторинга и реализации целей устойчивого развития. Мы говорим именно о государствах, но, как упоминалось в преамбуле повестки дня на 2030 государства не являются единственными акторами и ответственными за успешное достижение этих целей. Есть также негосударственные субъекты, и, разумеется, я хотела бы особо отметить участников гражданского общества, которые играют важную роль и которые могут выражать мнения граждан в органах, которые зачастую недоступны и непонятны большинству людей. В докладе представленном государствами часто упоминаются консультации, которые проводятся либо для определения приоритетов, либо для составления ежегодных докладов. Но, когда мы рассматриваем их более внимательно, мы находим мало конкретной информации о содержании этих консультаций, их результатах и реальном влиянии, которые негосударственные субъекты оказали в рамках этих консультаций. Более того, в докладах не упоминаются благоприятные для гражданского общества условия, поскольку нам хорошо известно, что в большинстве стран гражданскому обществу работать все сложнее и сложнее. Снижается уровень свободы, что, конечно, сказывается на развитии страны, а также на реализации повестки на 30-й год. Тем не менее, мы очень рады сообщить, что гражданское общество крайне активно действует на национальном, региональном и международном уровнях, что проводятся консультации и существуют коалиции неправительных организаций во многих странах и что каждый раз, когда страны представляют официальный доклад в ООН коалиции гражданского общества представляют свои доклады для уверенно навешивания ситуации, дополнения докладов, а иногда и для предоставления информации противоречащие официальным докладам. В плане преувеличения негосударственных субъектов мы, разумеется, призываем к организации консультаций с местными заинтересованными сторонами в самых различных формах и мы просим о доступе для организации гражданского общества к официальным обязанностям, что гарантировало их полноправное участие в прозрачных процессах консультаций по осуществлению политики, а также участие в оценке и мониторинге за осуществлением повестки дня на 2030 год. Мы также просим о конкретной поддержке, участие гражданского общества с уделением особого внимания укреплению его потенциала как истинного представителя голоса граждан. Итак, на данный момент мы вынуждены признать тот факт, что существует только один официальный механизм мониторинга, а именно политический форум высокого уровня, который к тому же недостаточно освещается СМИ и зачастую позволяет государствам плыть по течению и скрывать свое бездействие и оппортунизм отношению повестки дня на 2030 год. В гражданском обществе мы предлагаем постоянные усилия для мобилизации и информирования различных участников общества. Мы также ищем союзников. Сегодня существуют коалиции, которые создаются с участием университетов, представителей бизнеса для поддержки друг друга и оказания давления на государство с целью соблюдения им взятых на себя обязательств по осуществлению повестки дня на 2030 год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова